Так, я сейчас продолжу относительно 165.1 статьи, которая сделала всех простых людей, ни бизнесменов, ни крепостными крестьянами, которых можно, не ставя никого в известность, может быть, кого-то действительно закабалить, сделать крепостными крестьянинами. И там он знает об этом даже, пока не надо, чтобы там от протестовать. Ну, завтра я подам в суд на вас, например, что я хочу быть феодалом, а вы будете моим крепостным крестьянином. Вот, ну, там-то на работнику почта, чтобы он вам ничего не доставлял, там, договорюсь с этим, с этим, вдруг вы возражать будете. Вот, судья, мой друг, вынесет, что вы мой крепостной крестьянин. И замечательно просто, вот, сроки истекут. Вот, и вам скажут, что вот у нас не федеральное законодательство, а такое казино, что риск неполучения, чтобы вы там не получили. Вы глубоко виноваты в том, что эти там почтальоны какие кто-то нанимал. Да и вообще докажите, что эта почта там работала плохо. А вообще лучше вообще наладьте сами работу почты, допустим. Вот это сейчас я еще хочу пояснить, что это даже, вот, мне, оказывается, не российская почта, а там появилась какая-то национальная там почта России. Тут, наверное, это ООО, ну, вот она работает очень плохо, поэтому вороха людей, масса людей сейчас просто к ним не является. Вот эти приставы там и какие-то там, а еще хуже и коллекторы. Ну, бандитизм утвердили, так сказать, законодательно. Надо еще бандитизм утвердить бы еще, был законодатель, что зачем бы какие-то там эти коллекторы там, просто пусть же бандиты приходят, ну, вот, все. Вот, пленум Верховного суда, ну, я вот пытаюсь сейчас противоядие найти, сейчас вот бумажонку эту прочитаем, может быть, что-то там стараемся выискать противоядие. Пленум Верховного суда Российской Федерации, постановление 23 июня 2015 года. М-25 о применении судеб в некоторых положении раздела части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цель для обеспечения единства практики применения судеб. Раздела первой части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пленум Верховного суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона. Да, ученик от 5 февраля 2014 года М-3 ФКЗ, о Верховном суде Российской Федерации. Так, постановляет дать следующее решение. Постановляет дать следующее решение. Что за формулировки? Особенно хорошо, да, когда крепостными делаешь простых работяг, там всяких, там ссылаться на Конституцию, это замечательно. Первое положение Гражданского кодекса Российской Федерации, далее, ГКРФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права. Статьи 3 ГКРФ подлежат истолкованию в системном взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства и закрепленными в статье 1 ГКРФ. 1. Согласно пункту 1 статье 1 ГКРФ, при восстановлении, осуществлении и защите гражданских прав, при исполнении гражданских обязанностей, и участнике гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГКРФ никто не вправе извлекать преимущество своего незаконного и недобросовестного проявления. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывая права, законы и интересы других сторон, содержащего ей в том числе и получение необходимой информации. Вот это вот просто пипец. Разве нельзя чутко расписать, что вот оценивает добросовестные, недобросовестные. А кто это будет оценивать? Судья? Папа Римский, да? Судья так человек, которого можно подкупить, не подкупить, он может как угодно истолковать. Это потом будут изводиться тонны бумаги. Вот просто я понимаю, что могут быть какие-то сложные проблемы, вопросы, но такое как вручение повестки. Четко есть доказательства у тебя о извещении, так сказать. Есть доказательства о том, что ты вручила определение, решение. Ну все, пожалуйста. Нету доказательств. 56-я ГК говорит, иди лесом. Они сейчас вот уже вот этой формулировочкой превращаются на лоз. Я вот эту всю китайскую драму сейчас с китайского переводить на русский все это, слава будет. Так. Силу пункта. Лучше четко понимать, чтобы не тратить время там в судах, четко понимать, что с тобой творят, что вытворяют. Вот так сказать. То есть вот тут как бы тебя отдают полностью во власть судьи. Чего, куда он там взбредет? Добросовестный, недобросовестный. Вот понравился ты мне, не понравился. Вот понимаете, вот замечать. Есть, конечно, вопросы, где это уголовное идет разбирательство. И судье надо думать, не мог, не мог. Но здесь там для чего это, когда это все представили, бумажку с подписью о получении, все чудесно. Представили видеозапись, что пытались вручить, все есть. Я вот, кстати говоря, отвечая на, как мне вот там задавали вопрос, а вы понимаете, что вот здесь и физических лиц, как я вот, конечно, говорю, что это дикость относить 165-ю статью, часть 1-ю к этим физическим лицам. Мне говорят, а понимаете, сколько, мол, трудностей дел там быть, что... Да нет, я с этим абсолютно не согласен, потому что, вы знаете, у нашей советской власти такой репрессивный аппарат 17-го года, а там физическое лицо, ничем не защищенное, частной собственности у нас фактически нету, фактически все сведено, каких-то прав нету. Там судья имеет право выяснить, где же нет, да, телефоны, место работы, и имеет право обращаться к сотрудникам прокуратуры, к милиции, к тому, что вплоть до того, что доставить лицо в судебный участок, если оно якобы там уклоняется, да, а не у него, а судей есть, искушение провести, так сказать, это втайне от ответчика, от физического лица, или так ему проще будет как бы сделать, угодить вот этому ее лицу. Ну, кто же у нас сидит в думе, конечно, это мужья, мужья в основном, жен, которые являются представителями юридических лиц, магазинов, о-о-о, ну, все, вчерашние КПССники, коммунисты, они стали вот такими. вот, в силу пункта 1 статьи 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного, недобросовестного поведения. ну, вот, черт не знает, что, ну, кто-то как хочет, может, трактовать. вот, вот она, допустим, будет вам говорить, вот я судья, вы недобросовестно ведете себя, вы мне не нравитесь, и что, ики-ки, значит, вы были извещены, я бы, ну, у меня нету ни подписи, ни доказательств, я 56-ю статью ГК превратил в навоз, и еще очень много статей, вот, оценивать действия сторон, как недобросовестный, и добросовестный или недобросовестный следует исходить из поведения ожидаемого от любого участника гражданского брунта. Это какие ожидаемые вообще? Так, учитывая права и законные интересы другой стороны, содействующие ЧГИ, в том числе получение необходимой информации. Учитывая права, а когда вот я бегал, там, выгодил дела, там, юридических лиц, когда я вручал, когда они не хотели, и вся, как бы, у суда не получалось, и я брал на себя, кстати, судья может поручить вручение повестки, там, чего угодно, определение, копия материала, непосредственно этому, непосредственно, так сказать, лицу, представителю ответчика, например, представителю истца, вернее, самому лицу, или любому, даже другому лицу, которое, ну, вот, согласно, так сказать, по общему правилу пункта пятой статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений, разумность их действий, предполагается, пока не доказана, иду я, вот, зацепочка, ну, вот тут вот, зацепочка может быть, вот, 165-ю, добросовестность, вот тут опять можно сослаться на 56-ю ГК РФ, ну, опять вот, сейчас там они понапишут дальше, я уверен, что по общему правилу пункта пятой статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений, разумность их действий, предполагается, пока не доказана, им было. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается отчетливое отклонение действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если сторона на них не ссылается. Не ссылались. все отдается такая вещь, как просто вручить повестку, вручить определение, решение, все отдается просто судья, скажет, добросовестный, недобросовестный вообще. Для чего это было все вписано, вообще, это такая неумность просто. Статья 56 Гражданского процессуального кодекса. Ну, лучше бы вы ее тут уже угробили, вообще, зачем ее сюда включать? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 65 Арбитратного процессуального кодекса Российской Федерации, также АПК РФ. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суть в зависимости от обстоятельств дела с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц о недобросовестности поведения другой стороны. Пункт 2 статьи 10 ГК РФ. Например, признает условия, которому недобросовестность недобросовестно воспринимала или например, признает условия, которому недобросовестно воспрепятствовала препятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или не наступившим пункт 3 статьи 157 указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения. пункт пункт статьи 166 ГК РФ 2 под обычаем который в силу статьи 5 ГК РФ может быть применена судом при разрешении гражданско-правового спора следует принимать непредусмотренное законодательство по сложившимся то есть достаточно определенное в своем содержании широко применяемое правило поведения при установлении или осуществлении гражданского права и исполнение гражданских обязанностей не только предпринимательской но и деятельности например определение гражданами порядки пользования общим имуществом исполнение тех медиальных обязательств подлежит применению обычаи как как зафиксированные в каком-либо документе так публикации в печати возложения в решении суда так по конкретному делу содержащим исходные обязательства свидетельствуют засвидетельствованные торгово-промышленной палаты Российской Федерации как существующие независимо от такой фиксации доказать существование обычая должна сторона которая на него ссылается статья 56 ГК РФ статья 65 ПК РФ согласно пункту 2 статьи 2.5 ГК РФ обычаи противоречащие основным началом гражданского законодательства а также обязательством для участников содействующих отношения положения законов и иных правовых актов или договора не применяется статья 8.1 ГК РФ содержит основополагающие правила государственной регистрации права на имущество подлежащие применению независимо от того что является объектом регистрации права на недвижимое имущество доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью данная норма распространяется на регистрацию в различных реестрах в едином государственном реестре едином государственном реестре юридических лиц и так далее для лиц не являющихся сторонами сделки не участвующих в деле считается что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникает изменяется и прекращается с момента внесения соответствующей записи государственного реестра а не в момент совершения фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения в основании которого возникает изменение или прекращение таких прав пункт 2 статьи 8.1 пункт 2 статьи 551 ГКР РФ при этом момент возникновения сделки лиц участвующих в делке результат рассмотрения которого принято название судебного решения не в праве в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие государственного реестр записи об этом праве иной момент возникновения имеющий иной момент возникновения изменения или прекращения прав на указанное имущество может быть установлено только законом например независимости от осуществления соответствующих государственной регистрации право переходит в случае универсального правоприемства статьи 58 1110 ГКРФ в случае полного внесения членом соответствующего кооператива его по его относу в квартиру дачу гараж иное помещение предоставленное кооперативом этому лицу пункт 4 статьи 218 ГКРФ внесение в государственный реестр отметки о возвращении лица соответствующее право которое было зарегистрировано ранее и отметка о наличии судебного спора в отношении зарегистрированного права не препятствует осуществлению регистрации прав на имущество пункт 7 статьи 8 ГКРФ наличие указанных отметок также не препятствует принятию судом обеспечительных мер в отношении этого имущества правом правом правовым последствиям внесения указанных отметков является точное лицо обратившееся за регистрацией права не имущества в тот момент когда в отношении этого имущества в государственном реестре сложилась содержалась отметка считается знавшим о соответствующем притязании в случае спора с лицом по требованию или заявлению которого была внестина эта отметка так третий есть ли по заявлению если по заявлению которого внесена отметка о возражении в дальнейшем не оспорила зарегистрированное право в суде восстановленный срок и в соответствующем иске было отказано на него может быть возложена обязанность возместить причиненные наличие такой отметки убытки статья 15 ГКРФ пять орган соответствующих государственному регистрации прав на имущество не вправе давать правовую оценку вступившему в законную силу судебным актов в результативной части которого содержится права по принадлежности имущества определенному лицу на вечном праве о наличии обременения или ограничения права абзац пункт 5 статьи 81 ГКРФ статьи 113 ГПКРФ статьи 16 АПКРФ при рассмотрении спора о праве на имущество зарегистрированном в государственном регистрии участию в доле в качестве ответчика должно быть привлечено лицо за которое зарегистрировано право на это имущество в результативной части решения суда являющихся основанием внесения записи в государственный реестр указывается на отсутствие или прекращение права ответчика сведений о которых было внесено в государственный реестр если полномочия по государственной регистрации права на имущество возложено на государственное учреждение убытки причиненные незаконным отказом в государственной регистрации права на имущество уклонением от государственной регистрации внесением в государственный реестр незаконных или недостоверных данных о праве либо о нарушении предусмотренным законом порядка государственной Регистрации права на имущество подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации. Пункт 9 статьи 81 статьи 1069 ГКРФ. Если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГКРФ, в зависимости от обстоятельств дела, такая сделка должна быть признана судом недействительной. Пункт 1 статьи 168 ГКРФ. К сделке, содержащейся так, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании пункта 10 и пункта 1 статьи 168 ГКРФ. При наличии в законе специального основания недействительности, такая сделка признается недействительной по основанию, например, по правилам статьи 170 ГКРФ. В статье 12 ГКРФ предусмотрен перечень способа защиты гражданских прав или иные способы защиты гражданских прав могут быть восстановлены в законе. Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты прав не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения или оставления без движения. В соответствии со статьей 148 ГКРФ и статьей 133 АПКРФ, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы и права подлежат применению при разрешении спора. По смыслу части 1 ст. 196 ГКРФ, части 1 ст. 168 АПКРФ, суд определяет такие нормы права следует применять по установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылаются лица у участвующих в деле. В связи с этим ссылка из висковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования. Согласно абзацу 13 ст. 12 ГКРФ, при рассмотрении споров, связанных с защитой гражданских прав, суд не применяет противоречивший закону акт государственного органа местного самоуправления, независимо от применения этого акта недействительного. Лицо права, которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите соответствующие способы и характеру нарушения ст. 14 ГКРФ. Возможность самозащиты не исключает права такого лица воспользоваться иным способом защиты, предусмотренной ст. 12 ГКРФ, в том числе в судебном порядке. По смыслу ст. 14 ГКРФ, самозащита гражданских прав может выразиться в том числе Воздействие лица на свое собственное и не находящееся в законном владении имущество. Воздействие лица на свое собственное и не находящееся имущество. Самозащита может заключаться также в воздействии на имущество правонарушителя. В том случае, если она обладает признаками необходимой обороны. Статья 1066 ГКРФ. Или совершена в состоянии крайней необходимости. Статья 1067 ГКРФ. 11. Принимая статью 15 ГКРФ, следует учитывать, что по общим правилам лицо, право которого нарушено, может требовать полного возвещения причиненного ему убытков. Возвещение убытков в меньшем равномерии, возможно, в случае предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданского законодательства. 12. По делам о возмещении убытков, истец обязан доказать, что отличие является лицом в результате действия которого возник ущерб, а также факты, нарушающие обязательства и причинение ущерба в наличии убытков. Пункт 2. Статья 15. Продолжение следует... Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательства. Пункт 2. Статья 401 ГКРФ. По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от замещения вреда, если докажет, что вред причинен ей по вине. Пункт 2. Статья 1064 ГКРФ. Продолжение следует... Не по его вине. Время доказывания своей невинойности лежит на лице, нарушившим обязательства или причинившим вред. Вина на нарушение обязательства или причинение вреда предполагается, пока не доказано обратное. Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или причинение вреда, независимо от вины, Пункт 3. И разрешение споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь и будет. Что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Пункт 2. Статья 15 ГКРФ. Статья 15 ГКРФ. Увеличилась на момент, увеличилась или может увеличиться по сравнению со стоимостью до повреждения. Размер поврежденного, размер подлежащего выплате и возмещения может быть уменьшен, если ответчикам будет доказано или обстоятельство дела следует с очевидностью, что существует более разумный и распространенный вороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению с его стоимостью до нарушения ответчикам обязательства или причинения им вреда является реальным ущербом, даже в том случае, когда оно может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого имущества в будущем, например, при утрате товарной стоимости автомобиля, поврежденного в результате дорожного транспортного происшествия. По смыслу статьи 15 Гражданского кодекса упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса, лишь право которого нарушено, если бы нарушений не было. Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход при решении споров, связанных с его размещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа виски. Если лицо нарушившего права получило вследствие этого доход, лицо, право которого было нарушено, правит требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше, чем такие доходы. Пункт 2. Статья 15 ГК РФ При рассмотрении дела возмещения убытков следует иметь в виду, что положение ст. 4 ст. 369 ГК РФ, согласно которым или в определении упущенной выгоды учитывается принятые стороной дела, для ее получения меры и следующее с этой целью приготовление не означает, что в соответствии с подлежащим возмещением убытков могут входить только расходы на осуществление таких мер или приготовления. Ну вот я 14-м пунктом немножко прервусь, большой документ. Сейчас я еще... Угу... Рассмотрю тут... Так, 100... Так, 100... Так... 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 Вот что касается 165 статьи. Вот он, 63 пункт. По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ. Юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания, либо по адресу, который гражданин указал сам, например, в тексте. Либо его представителю. Пункт 1 статьи 165 ГК РФ. С учетом положения пункта 2 статьи 161.1 ГК РФ. Юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющее предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Вот вписали, а зачем вы вписали тогда? Тогда всем лицам получают? Нет, они вписали, чтобы ввести в заблуждение людей, нарочно. Надо было тогда записать за исключением физических лиц. 2. Также индивидуальный или юридическому лицу направляется по адресу, указанному, соответственно, в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и в едином государственном реестре юридических лиц по адресу указанного самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несет риск не получения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, перечисленных в абзацам первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения о ином месте своего местожительства, несет риск. Вот, вот, и тут гражданин какой? А какой гражданин? То ли это простое физическое лицо, вот они, вот гнусность какая, вот они умалчивают. Вот, вот, как люди, люди-экстрасенсы должны догадываться, что в голове вот у этих депутатов вообще. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также, думаю, сведения о своем месте, несет риск, вызванных этими, этих последствий. Пункт 1, статьи 20 ГК РФ. Сообщение, доставленное по названным адресам, считается полученным, даже если соответствующее лицо физически не проживает по указанным адресам. Если лицо, направившему сообщение известен адрес фактического места жительства гражданина, сообщение может быть направлено по такому адресу. При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории Российской Федерации, сообщение, доставленное по адресу представителя, считается полученным иностранным юридическим лицом, пункт 3, статьи 54 ГК РФ. Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший. Да. Да, да. Вы по поводу работы звонили? Ага. Ладно, вы, если что, свободны, да? Ага. Ну, ладно, если что, позвоню, если по всем субботу. Конечно. То есть, неизвестно, как оно сложится, но если что, будьте на связях. Ага. Ага. Ладно. Все, удобно. Что, что, говорите? Улицу напомните, на какой же улице? Как? Марк сама. Ну, ладно, все, понял. Все. Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший или так, установивший его содержание, нет права ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверманному адресату. Статья 10 ГКРФ 64 правило ст. 161 ГКРФ о юридически значимых сообщениях применяется, если иное не предусмотрено законом или установленными ссылками. Либо не следует из обычаев из практики, установленных на отношении сторон пункт 2 ст. 165 ГКРФ. Договором может быть установлено, что юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, связанных в этом договоре, направляется одной стороной, другой стороне этого договора исключительно по указанному в нем адресу или исключительно предусмотренным договором способом. В таком случае направленное сообщение по иному адресу или иным способом не может считаться надлежащим, если лицо, направившее сообщение, не знало или не должно было знать о том, что адресат, указанный в договоре, является недостоверным. 65.1. Если иное не установлено законом или договором и не следует из обычаев или иной практики, установившейся в отношении сторон, юридически значимые сообщения могут быть направлены в том числе под средством электронной почты, фиксированной или другой связи. Осуществляется об иной форме, соответствующей характеру сообщения, отношения информации, о которой содержится в таком сообщении, которое может достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Например, в форме размещения на сайте хозяйственного общества, в сети интернет, информации для участников этого общества, в форме размещения на специальном стенде информации об общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Так, 66 пункт. В юридически значимом сообщении не может содержаться информация о сделке, например, односторонний отказ от исполнения обязательств. В юридически значимом сообщении не может содержаться информация о сделке, например, односторонний отказ от исполнения обязательств. Или иная информация, имевшая правовое значение, например, уведомление должника о переходе права, статья 385 ГК РФ. 67. Бремя доказывания факта направления осуществления сообщения и его доставка адреса, то лежит на лице направившему сообщения. Бремя доказывания факта. Направление сообщения адреса, направившем сообщение. Юридически значимое сообщение считается доставленным. И в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него. Вот это, по обстоятельствам, зависящим от него. Доставлено. Что значит доставлено? А где тут ссылка на 56-ю статью, на то, что и представлены доказательства соответствия, росписи и прочее. Ничего же нет. Например, сообщение считается, если бы шла речь об юридических лицах, которые вообще можно обязать иметь какие-то электронные адреса, иметь сайты, например. Например, сообщение считается доставленным, если адреса уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечению сроков хранения. Ну вот, вот что я только могу сейчас порекомендовать. Если адресат уклонился. А где доказательства, если в делах, которые лежат там в судах, нет ни подписи, ни росписи, что он знал. Как он мог уклоняться от того, что не знал? Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Но вот это вот опять-таки риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Ну, допустим, это к юридическому лицу отнести. Ну, как это к физическому лицу отнести? Он, допустим, уехал за границу, допустим, даже если случилось так, что там пришло, без него его судили. Или на почте платят людям вообще копейки. Ну, человеку не хватало денег, от него требуют там выполнение. Он написал, что побросал, да и все. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было воспринято. Сделка повлекла соответствующие последствия. Например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну ладно. Недействительные сделки. Угу. Ладно, на сегодня как бы хватит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...